В Сочи прибыли святыни из Афона. Иверская икона Богоматери и мощи святых угодников. Посетят все храмы курорта. Буйный пассажир устроил дебош в электричке. Мужчина ругался с полицейскими и угрожал сбросить их с поезда. В Сочи родилась первая за пять лет. Однополая тройня. Счастливые родители уже придумали сыновьям имена. Сделай подарок городу. В Сочи объявлены конкурсы на лучшее благоустройство, песню, стихотворение и фото. Кубанское казачье войско. Кубани – это разумный шаг. Казаки доказали, что способны стоять на защите правопорядка. И если решение будет принято, справятся с поставленной задачей. О кубанском казачестве в картинах. Вениамин Кондратьев посетил выставку летописца Геннадия Квашуры. На своих полотнах художник отобразил пейзажи родного края и быт казаков. Самая главная картина автора – переселение черноморских казаков на Кубань. Над ней мастер работал почти четверть века. Вениамин Кондратьев отметил, что художнику удалось передать всю стойкость духа казаков. Вы передали твердость шага. Твердость шага – это уверенность в том, что они идут верным путем. Никто нигде и никак не прогибается и не пытается где-то как-то сидеться на какой-нибудь там торбе. Понимаете? А все идут. Идут нога в ногу. Это в чем, мы говорим, сегодня нам не хватает, чтобы мы все вместе шли нога в ногу. Тогда мы любые трудности просто пройдем. На своей коллекции о кубанских казаках Геннадий Квашура работал всю жизнь. Увидеть полотну художника можно в Краснодарском музее имени Коваленко до 17 октября. В администрации края назначен управляющий делами. Им стал Евгений Щипановский. Такое распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Ранее Щипановский работал в управлении протокола губернатора Московской области. После был назначен помощником управляющего делами в управлении делами президента России. Чиновник закончил магистратуру Кубанского университета по направлению финансы и кредит. В должность управделами администрации Краснодарского края Евгений Щипановский вступил уже накануне. Уборочная страда на Кубани на финишной прямой. Сейчас на полях заканчивает уборку подсолнечника. Уже собрали больше миллиона тонн, написал в своем микроблоге Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что это хорошие темпы. По сравнению с прошлым годом урожайность подсолнечника выросла. И сейчас аграрии убирают почти 26 сантиметров с гектара. Добавлю, в этом году Кубань побила собственный рекорд по уборке зерна – более 10 миллионов тонн. А за сезон 2016 года на сахарных заводах планируют переработать не меньше 10 миллионов тонн свеклы. К другим новостям. В среду, 12 октября, без воды останутся жители поселка Головинка. С 9 утра до 7 вечера будут проводиться плановые ремонтные работы на водоводе по улице Центральной в районе очистных сооружений. На это время будет прекращено водоснабжение абонентов на улицах Симферопольская, Правды, Центральная, Торговая, Медицинская, Линейная, Матросская, а также в переулках Штурманский и Правды. Приемные семьи Краснодарского края получили награды за заслуги в воспитании детей. Их вручили в Сочи в первый день работы Всероссийского форума, где собрались сотни родителей, взявших на воспитание детей. Более 500 участников из 85 регионов России встретились, чтобы обсудить общие проблемы. Условия максимально приближены к домашним. Таков принцип воспитания в Сочинском доме ребенка. В группах по 6 детей. Каждому индивидуальный подход и у всех свой распорядок дня. Воспитатели вспоминают, еще несколько лет назад здесь было больше 70 сирот. В этом году количество сократилось до 24. В Сочинском специализированном доме ребенка оказывают помощь и детям с ограниченными возможностями здоровья. Вчера родители оказались в трудной жизненной ситуации. К примеру, семьи с плохими жилищными условиями или низким заработком могут привезти сюда своих детей в возрасте от 2 месяцев до 4,5 лет на реабилитацию, при этом сохранив свои родительские права. Только с начала этого года здесь помогли 8 таким семьям. Поддержка родителей, готовых воспитывать чужих детей как своих, одна из приоритетных задач государства. Об этом в ходе форума заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, приемных семей сейчас почти на 60% больше, чем еще 5 лет назад. И кандидатов в усыновители за это время стало почти в 2,5 раза больше. Основные трудности – проблемы с жильем и доступностью дополнительного образования. Говорили и о том, что крайне важно направить силы на предотвращение случаев возврата детей в детские дома. И для этого нужна своевременная помощь психологов и специалистов по усыновлению. Неравномерная поддержка по регионам приемных семей – это тоже важный вопрос. Такая наша внутренняя проблема доступности в наших сердцах, вот этих барьеров, когда слышишь от педагогов о том, что этот ребенок – сирота, что ты от него хочешь, он же детдомовский. Вот это важно преодолеть. Около 70 тысяч в очереди на усыновление. Такую цифру назвала Анна Кузнецова, добавив при этом, что в текущем году впервые за последние годы тенденция изменилась. И сегодня усыновленных детей больше, чем вновь выявленных детей без семьи. 9-летний Костя и 14-летний Дима, а еще их сестра Кристина растут в одной из 60 сочинских семей, в которых воспитывают приемных детей. Я думаю, что если у кого есть силы и есть возможность, то надо брать и воспитывать детей. Вечером семью Любови Олейниковой навестила Анна Кузнецова с подарками. Мальчикам футбольный мяч, рюкзак, Кристине книгу. Ответный сувенир – шкатулка. Мы здесь обираемся, добрые дела на новой должности. Разговор продолжился за столом. Просьба омбудсмена с семьей хотелось бы пообщаться без телекамер, чтобы разговор получился максимально искренним. Что касается тем общих для всех приемных семей, то их продолжат обсуждать в ближайшие дни. Форум будет работать по 12 октября. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи родилась первая за последние пять лет однополая троня. Мальчикам уже дали имена Тимофей, Гордей и Мирон. Сегодня из перинатального центра маму с детьми переводят в детскую больницу. Со счастливой родительницей пообщалась Елена Всецына. Чаще рождаются двойняшки. Тройняшки – действительно редкость. В перинатальном центре два года назад появилась тройня, и вот новый случай. Забеременела естественным путем. О тройне мы узнали на первом скрининге в три месяца. И вот третьего десятого стали счастливыми родителями трех богатырей. А богатыри появились на свет весом 1 килограмм 540 граммов, 1 килограмм 920 граммов и 1 килограмм 980 граммов. Поэтому еще необходимо время, чтобы новорожденные окрепли и набрали необходимый вес. Опыт выхаживания тройняшек у сочинского медперсонала есть. Это инкубатор у малыша, который родился весом 1 килограмм 540. Это реанимационные места, или это называют реанимационные кровати, для деток, которые с большим весом. Естественно, это смешанный тип питания. Они получают парэнтеральное питание, то есть, будем говорить по-простому, через сосудистый доступ, и получают энтеральное питание. В том числе, что немаловажно, они получают целебные капли материнского молока. Светлане Агафоновой, 37, это ее первые дети. В роду двойняшки были, а вот тройня впервые. Беременность протекала нормально, без осложнений. Сама она из Луганска, муж сочинец. Конечно, такому подарку судьбы радуются и набираются сил, чтобы растить сразу троих мальчиков – Тимофея, Гордея и Мирона. С весом 2 килограмма 200 граммов их уже отпустят домой. Елена Всецина, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». И продолжаем выпуск. Буйный пассажир накануне вечером устроил дебош в электричке. Мужчина матерился, ругался с полицейскими и угрожал сбросить их с поезда. Пассажир электрички, следующий по маршруту Сочи-Тоапсе, разбрасывал содержимое сумок по полу вагона, чтобы доказать, что полицейские украли у него 4,5 тысячи рублей. По словам очевидца, мужчина долго спорил с полицейскими и даже несколько раз попытался их толкнуть, чтобы доказать им, что они неправы. При этом он раскидал по вагону все свои вещи, в том числе и продукты питания, пытаясь показать, что у него куда-то делись все деньги. Он угрожал полицейским, что выпрыгнет в окно, если они не отдадут ему их. Никакие просьбы других пассажиров прекратить ругаться матом на него не действовали. В итоге на беспокойного пассажира по приезде на конечную станцию был составлен административный протокол. В понедельник вечером иномарка врезалась в автобусную остановку. Два человека погибли. В Адлерском районе водитель иномарки, не справившись с управлением, на большой скорости врезался в автобусную остановку «Магнит» на улице Ивановская в селе Молдовка. Пострадали два человека – мужчина и женщина, ожидавшие автобус. Мужчина скончался на месте, а женщина умерла по дороге в больницу. 34-летний водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. К другим новостям. Сегодня в Сочи морским крестным ходом прибыли Иверская икона Божьей Матери и мощи святых апостолов. Вот уже 4 года святыни путешествуют по городам и континентам в рамках православной экспедиции «Афон и Руссии единый духом», посвященной тысячелетию присутствия русских на святой горе Афон. Привезенные в Сочи святыни православные путешественники называют «Харугвью» экспедиции. Что же касается непосредственно иконы Иверской Божьей Матери, то написана она лишь 4 года назад. И теперь ее предназначение – это путешествие по православным храмам городов России и зарубежья. Сопровождают образ Богоматери и частицы мощей 22 святых казачьей организации, которые стали инициаторами такой экспедиции. А прошла она уже по Чукотке с Алтаем, облетела границу с Китаем, побывала в Германии и Франции. И на Афоне старцы, когда узнали о том, что кто мы, что мы казаки, что вот у нас есть такая мысль возродить крестные ходы, как это было до революции, они благословили эту икону, благословили нас на именно крестный ход по всей России и с целью миссионерской, духовно-просветительской цели. 4 года она ходит, она нигде не стоит, все время в походе. У экспедиции два этапа. Первый – сухопутные. В Сочи же святыни добирались морем. Такое путешествие иверской иконы Божьей Матери с мощами святых апостолов, ко всему прочему, призваны молитвенно соединить. Свято-Михайловский Афонский Закубанский мужской монастырь, побережье Черного моря, полуостров Крым, Святую гору Афон и казачью Голгофу в Эгейском море, остров Лемнос. Для верующих же это возможность набраться духовных сил. Прикладывание к святыням священнослужители сравнивают с традицией хранить у сердца фотографии близких людей. И когда трудно, когда тяжело, люди достают эту фотокарточку и целуют. И как будто целуют своего сына, свою любимую, своего любимого, своего отца, мамы. То же самое и для нас. Эти святыни, которые приходят в наш город, прибывают, это та возможность прикоснуться к тем, кого мы очень любим. Это святые угодники. Это небо, это частичка того неба, к которому мы становимся причастными. Иверская икона Божьей Матери – одна из любимых и почитаемых у православных христиан. Здесь моя самая любимая икона. Наша семейная икона тоже – это иверская. Когда к святыне прикасаешься, то в душе происходит что-то такое, что человек не может объяснить. Душа открывается, поет, идет к Богу. Святыни – участники 80-дневной экспедиции. Афон и Русь единый духом побывают во всех сочинских храмах. На курорте они останутся до конца месяца. Подробный график размещен на нашем сайте fkt.com. Заключительный же этап похода – это Майкопский монастырь, откуда икона с мощами и отправилась в путь. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочи подвели итоги 10-го Всероссийского психологического форума обучения, воспитания, развития. Свои лучшие разработки представили ученые и исследователи из 40 регионов России. Награду курорту принесла и программа сочинского психолога. Подробности у Татьяны Говорковой. Оздоровительный комплекс «Спутник» – традиционное место встречи специалистов системы образования России в области педагогики и психологии. Этот зал ровно на неделю превратился не только в площадку для обсуждения актуальных проблем в этой научной сфере, но и в театральную сцену, на которой сильнейшие психологи со всей страны показывали особенности своей работы, применяя игру с куклами, музыкальные опыты и другие интересные методики помощи детям и взрослым. За 10 лет психологическая служба в Российской Федерации приобрела новое звучание. Сейчас мы, сегодня уже у нас будет обсуждение концепции психологической службы, очень важный документ, который будет приниматься именно по всей системе образования, связанной с психологией, с работой психолога. Наш конкурс, как всегда, показал очень высокий уровень профессионализма, мастерства, желания работать, самодачи, даже где-то самоотвержение именно ради профессии, ради детей, ради чего мы все работаем вместе в школе. Своим опытом делились и сочинские психологи, работающие в детских садах, школах, вузах, а также в Центре педагогической диагностики и консультирования. Ведь согласно новым стандартам в любом образовательном учреждении должен быть психолог, который поможет учащимся не только решить проблему, но и постараться обойти ее стороной. Возможность увидеть и применять передовые технологии психологической работы – это большой плюс для психологов города Сочи. На этом форуме ежегодно мы можем познакомиться с самыми передовыми технологами в области психологии. Помимо обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов по развитию учебных программ, участники форума представили свои универсальные методики работы. По итогам 8-го Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ победу в одной из номинаций одержала сочинский специалист Ольга Папандопула. Она же стала и лауреатом конкурса профессионального мастерства. А лучшим педагогом-психологом в этом году стала Наталья Филимонова из Республики Хакасия. Я представляла свою программу «Экология души». Мы все знаем, как очень важно чувствовать себя гармоничной личностью, быть в гармонии с собой, с своим миром. И поэтому, мне кажется, это основное – сохранять психологическое здоровье детей с самого раннего возраста. Как признаются все участники форума, получать награды приятно, но вдвойне радостно за то, что их методики будут активно использоваться в системе образования и позволят дать правильное психологическое воспитание. В Сочи съехались представители около сотни организаций высшего и дополнительного профессионального образования. На базе Сочинского государственного университета продолжается семинар-совещание по повышению качества финансового менеджмента образовательных учреждений как инструмента для повышения эффективности деятельности учебных заведений. Сочинский государственный университет в очередной раз стал площадкой для мероприятия федерального уровня. На этот раз ВУЗ принял семинар-совещание, организованное Министерством образования и науки России. В зале около двухсот участников. Они представляют 93 организации высшего и дополнительного профессионального образования со всей страны. Мы постарались обеспечить результативное участие и комфортные условия пребывания здесь. Сочинский государственный университет готов обсудить вопросы сотрудничества с представителями других организаций. Сейчас это очень важно в рамках сетевых объединений. Тема семинара «Повышение качества финансового менеджмента учреждения как инструмента для повышения эффективности деятельности учебных заведений». Вопрос, крайне важный в условиях меняющегося законодательства, отметил на открытии пленарного заседания заместитель министра образования страны Александр Повалко. У нас в этом году завершен переход на нормативно-подушевое финансирование в системе. Это означает, что деньги следуют за учеником и достаточно большая самостоятельность, автономность предоставлены учебным заведениям в плане как раз принятия финансовых решений. Здесь вот людям необходим, конечно, новый инструмент. Таким инструментом стал план финансово-хозяйственной деятельности, который у нас внедряется. В Сочи прошел четвертый по счету семинар по повышению качества финансового менеджмента. Предыдущие принимал Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск и Туапсе. До конца года Министерство образования и науки страны планирует организовать еще два подобных совещания в Москве и Красноярске. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Горожане готовят подарки курорту и в рамках открытых в фестивале конкурсов авторской фотографии, поэзии и песен. Первые заявки на участие в Управлении культуры стали поступать еще в сентябре. Продлится прием работ вплоть до первого ноября. Слово Инги Габешия. Елена Герун в конкурсе «Город Сочи» и его горожане участвуют со своей любимой песней о родном Сочи. Стихи и музыку к этой композиции она написала давно и отложила, что называется, в долгий ящик. Когда объявили начало этого конкурса, я посчитала, что это просто шанс для того, чтобы эти стихи зазвучали. Я очень хотела выразить свои чувства к нашему совершенно обласканному самим Богом городу. В этот город невозможно не влюбиться, особенно когда ты творческий человек и тебе нужна постоянно какая-то подпитка эмоциональная, звуковая, цветовая. Если кто-то услышит, кому-то поднимет настроение моя песня, кто-то может что-то запомнит, какая-то может быть метафора запомнится. Но для автора, это знаете, как родитель, когда видит, что с его ребенком все нормально, что его тоже принимает мир. Главный подарок участникам песенного конкурса – это участие в галоконцерте, посвященном Дню города, а еще диск, который будет выпущен по итогам вокальных состязаний. В сборник войдут лучшие песни о Сочи. Ты акварель в ажурной рамке, гор, Сочи мой. Для участников конкурса авторской фотографии «Любимый город» организаторы в этом году расширили круг тем. Сюжетом творческой композиции могут стать не только море, горы, но и архитектурные сооружения. Принимаются и фотографии с различных культурных и спортивных мероприятий, прошедших на курорте. В центре внимания может быть и известный сочинец, посвятивший свою жизнь родному городу. Лучшие авторские работы будут приняты в фонд Музея истории города-курорта. Олег Комиссаров, победитель прошлогоднего конкурса в номинации «Любитель», решил попытать удачу и в этом году. Архитектору по профессии очень уж хочется поделиться своим взглядом на Сочи. В этот раз на конкурсе будет старая архитектура города Сочи, недавно прошедшая регата. Ну и, наверное, пока этим и ограничимся. Участвую ради участия. Любой город, любой населенный пункт достоин, чтобы его снимали. Тем более, это город Сочи. Поэтический конкурс проходит в двух номинациях. Авторское поэтическое произведение о Сочи и художественное чтение поэтического произведения о Сочи. Лучшие, по мнению компетентного жюри стихий, будут опубликованы в сборнике стихов о курорте и войдут в копилку культурного наследия города. Мы ждем новые имена. Мы хотим знать о наших сочинцах, об их профессии, об их судьбах. Срок у нас последней заявки – это 1 ноября. Поэтому, пожалуйста, присылайте, и мы будем ждать. Благодарим всех, кто уже подал заявки. И хочу сказать, что мы, организаторы, сделаем все, чтобы у сочинцев было хорошее настроение. Не только в День города, но и каждый день. Главные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 21 ноября. Ну а итоговый концерт участников конкурса «Город Сочи и его горожане» состоится 19 ноября в Зале органа и камерной музыки. К слову, вся информация о конкурсе на сайте Управления культуры Администрации города Сочи. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А вот несколько десятков сочинцев свои рассказы о Сочи написали вне конкурса, а просто так, по велению сердца. Это журналисты и медики, экскурсоводы и рестораторы, а еще один – сантехника и пара генеральных директоров. 20 лучших историй вошли в сборник «Привет, Сочи! Я люблю тебя!» Те, кто уже прочел «Привет, Сочи! Я люблю тебя!» отмечают. Это самая искренняя книга о современном Сочи. Авторы разных профессий написали о жизни в городе, о любви к нему и, в принципе, о счастье здесь жить. Это не рекламный проспект нашего города. Здесь нет ничего. Посмотрите сюда, какая великолепная архитектура, посмотрите, какое море. Все 20 рассказов, которые попали в книжку, очень разные. Они разные по стилю, они разные по изложению, по языку, по ритму, по темам. Вплоть до того, что упоминаются темы «Как я была маленькой», а была я маленькой на минуточку в 1952 году, и темы свалки в Адлере. То есть поднимается обширнейший круг вопросов, но это не публицистика, это хорошая художественная литература. «Привет, Сочи! Я люблю тебя!» – это первый опыт издания и написания книги рассказов о Сочи в наше время. Ко всему прочему, благодаря медикам, сантехнику и журналистам, город сказка впервые выступает в качестве «Города были». Выпуск первый, но не последний, отмечают издатели. Интерес к сборнику рассказов большой как со стороны авторов, так и читателей. Инициаторы творческого проекта находятся в поиске и других авторов, пишущих о Сочи. На этот раз их интересует послевоенный город. Именно этот период курорта, считают книгоиздатели, не отражен на печатных страницах. В Сочи стартует фестиваль актуального научного кино «Фанк». Он представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира. Первый показ пройдет для студентов образовательного центра «Сириус». Открытые показы стартуют в среду. Фестиваль «Фанк» – новый формат киноиндустрии. Он отходит от традиционных рамок и становится кинодвижением, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Откроет фестиваль «Гонка на вымирание». Режиссер этого фильма – Луи Психайос, обладатель «Оскара» за лучший документальный фильм, исследует причины вымирания редких видов животных. Вход на все показы свободный. Необходима только предварительная регистрация. Пройти ее нужно на сайте. Адрес вы сейчас видите на экране в разделе «События». Фестивальные фильмы можно увидеть в кинотеатре Сочи в зале Центрального универсального музея искусств. Подробное расписание показов можно найти и на нашем сайте fkt.com. Помимо кинопрограммы мы подготовили обширную лекционную программу, программу для школьников, пройдет множество мастер-классов по физике, биологии. В ВУЗе будут достаточно сильные лекторы, эксперты, которые приедут специально из Москвы. Фестиваль актуального научного кино продлится в Сочи до 15 октября. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.